всем привет сегодня хочу рассказать не знаю что я расскажу сегодня я еще пока не решил может быть я про гафичку расскажу может быть про всех собак не знаю что в голову взбредет мне просто там эти рассказы камазами уже насобирались рассказывать не проблема на самом деле дайте бить ну я смотрю что людям это нравится если вам интересны эти рассказы жизни этих собак которые действительно потратили свою жизнь на строительство приюта для собак сейчас продолжается строительство города собак под названием гавгород приблизительно так это наши подписчики когда-то такое название предложили но как бы у меня в голове закрепилась и на данный момент пока так и оставили это название гавгород гавгород по-моему звучит нормально у кого какие будут еще соображения и предложения пожалуйста мы готовы выслушайте другие пока официально документально мэр города не установлен и ключи от города не вручены скажем так поэтому и название еще пока не не полностью но на данный момент пока остается гавгород я думаю что наверное скорее всего лучшего варианта не появится но если кто-то лучше придумает мы рассмотрим конечно еще рассмотрим вариант давайте сегодня вам расскажу я не знаю про что про кого вам рассказать и не про что показать вам рассказать ну я хотел так мельком про гавичку вот про эту собачку рассказать расскажу вам сегодня историю очень интересную как гави получила приблизительно вот таким кирзовым сапогом прямо в бубен а бубен это вот эта вот область тела если бы я не запустил этот сапог мне но не этот другой я думаю что графички уже не был сейчас вам расскажу эту историю как это произошло это было очень давно уже когда еще приют существовал в городе и у нас от соседей очень было маленькое расстояние всегда говорю что до соседних домов что с одной что с другой стороны можно было просто плевком доплюнуть особо сильно не старались так легенько плюнул и попадешь долети так вот забора между этими участками в то время не было ну какое-то время не было потом когда приют начал расширяться понятное дело и забор появился ну на тот момент сосед сосед запустил квартиранта а у этого квартиранта с ним проживала его мама вот а мама времени от времени любила закинуть заворотник как это говорится ну или показывается вот так вот по-другому не знаю как сказать ну бабусь она была неплохая на самом деле но заворотник любила закинуть так вот у нас на территории был курятник и этот курятник он принципе никогда не закрывался я как-то раз прихожу смотрю то самое как у виз нету и нету еще то шкарлупа по из нету то шкарлупа по из нету и я подумал что какая-то крыса то есть завелась там или хорек или скунс как его там назвать в общем крысина какая-то большая которая живет все время яйца ну и что делать я решил отравить эту крысу короче говоря мало ли во первых зараза может быть во вторых все что угодно то есть решил извести этого врага курятника взял яйцо куриное пробил в нем две дырочки удалил ну как бы не удалила через эти дырочки заправил туда со шприца яд крысины грубо говоря и дырочку подмазал пластилином на яйце чтобы не дай бог потом не перепутать потому что пластилин светлого цвета будет не дай бог перепутаю потом проблему будет я это отверстие значит пластилином замазал а на яйце нарисовал черный крест ну чтобы фломастером чтобы видно было что опасное яйцо ну для себя лично пометил как говорится так вот вот на таком уровне стоял стол на этом столе были такие домики сделаны для несущих чтобы они курицы залетали туда и не слились в этих домиках собака на этот домик ну теоретически забраться не могла почему потому что как бы сказать ну там высоковато получалось и ну как крупная собака то могла запрыгнуть а мелкая нет и на крышке этого стола лежал лист который не совсем давал запрыгнуть то есть невозможно было залезть если бы собака на край стола попрыгнула то вот этот лист по идее должен был пластика прогнуться то есть курей он выдерживал а собака бы не могла залезть на это в общем облом бы получался я исключал возможность того что яйца ворует какая-нибудь собака и понятное дело из приютских ну что делать зарядил я в общем ядом это яйцо положил его в кучу со всеми яйцами в гнездо а сам в город пошел возвращаясь из города смотрю во дворе скорая стоит и мать этого квартиранта ну пожилую женщину уже всю синюю на носилках я думаю ну все кирдык короче наверно бабуля ходила тырила яйца пожарила или сварила это яичко короче а может и сыры мало слопала ну все отравил бабку кирдык мне сижу короче за приютом на пеньке и думаю ну что мне идти сдаваться говорит что так мало так неосторожный человек отраванул как то получается в общем ну уже все решил звонить как говорится думаю пойду сдаваться и тут смотрю на моих глазах из курятника вылазит вот это вот чупакабра а во рту она ж яйцо то приоткрыто а во рту вот так вот яйцо и крестом на меня смотрит я гася фу фу гася ну у нее несколько кличек она вообще она официально графика потом гася еще у них и у нее есть подпольная кличка калупа но это отдельная история вот я на нее все что можно было крикнуть кричу гася фу фу выгляни лицо я ж испугался что сейчас она это яйцо раздавит яд к ней попадет и все она убегает от меня не отдает это яйцо я снимаю этот кирзак прямо в нее на попадаю ей в голову этим кирзаком яйцо вылетает и на пол вот тогда у меня все я во первых испугался переживания того что ему бабулю эту отравить я подумал что во мне дело а второй момент чуть собственную собаку не торвану с тех пор на спор вот гася любила яйца можно так сказать не любит а любила почему до сих пор до до последнего дня вот и положишь яйцо в тарелку да хочешь разбивая хочешь не разбивая она его не тронет как отшептал короче говоря кирзачок больше яйца не трогай да гася гасим так дело было рассказывай давай яйца ты тырила тот тырил яйца гасим вот это вообще уникальная собака про нее много еще чего можно рассказать и я вам скажу так что она проработала очень долго и как вам сказать я бы сказал героические поступки ее труды героические вот если бы собакам можно было давать героя труда вот это три раза герой труда родинами и завесить по полной программе и не расплатишь и все равно сейчас я не знаю сколько минут на сколько минут я вам сейчас рассказал этот ролик но я понимаю что по рассказу вам наверно не хватит поэтому я немножко добавлю еще пару коротких рассказов этой об этой собаки раз уж вам нравятся эти рассказы тогда и слушайте если обратить на живот это прекрасные собачки то при учете того что она щеная была вот ее дочь лежит врачише врачише это ее дочь волкан это ее муж ну все лежи врачишка все размеры представляете какая дочка родилась так вот обычно у сучек у них у девочек после родов как бы молочные железы как бы соски увеличенные остаются правильно здесь и практически не найдешь вообще я думаю что этому послужила одна история как то мы вышли на площадь города для того чтобы собрать средства на поддержку животных то есть не только для своего приюта а вообще для сбор был организован для помощи животных беспризорно группа организовавший этот сбор должна была распределить все эти средства по людям занимающимся бездомными животными кому что нужно кому на корма кому на лекарства кому на коммуналке там и тому подобное так вот мы когда вышли на вот эти сборы погода была более менее зимой теплая и мы вышли на вот эту вот скажем так акцию и вот хотите видите хотите нет мгновенно резко ударил мороз не могу объяснить причины как-то крест ударил мороз но он буквально за какой-то час полтора стало очень-очень холодно я не мог догадаться что такое может произойти мы все равно работали то есть графичка держала ведерочка в которой и бросали деньги а потом эти деньги доставали в общую копилку на сбор складывали так вот графичка как партизан сидела с этим ведром и не сходила с места ну я понятное дело что по попу ей подстелил чтобы она не на холодном сидела но мозгов не хватило что вот это вот оголенная ее часть пузичка не такой шерстлявая как вся остальная шерсть у нее очень такой подшерсток достаточно надежный она морозоустойчивая скажем так но вот это место у нее оказалось слабым и когда мы пришли домой через два или три дня может четыре я уже врать не хочу сейчас помнить не буду не помню просто у нее вот эти вот соски отвалились как колпачки просто щелк 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 она их отморозила вот так вот это вот бродяга которая ко мне когда-то попала вот так вот она работала вот так вот она трудилась и занималась своим делом выполняла именно свою роль в этой нашей цирковой команде которая скажем так строил этот приют но кроме того что вот эти все питомцы вы сейчас просто и всех не видите нет штатива и камера не может запечатлеть всех находящихся здесь собак потому что сам волкан он под камерой лежит его не видно и и как бы гафичка очень много сделала для приюта это самая трудолюбивая собака можно сказать в приюте в каком плане она понимала что она занимается ответственным делом именно понимала и вот эта ведерко она не выпускала из зубов и сейчас я хочу показать основной ее трюк на это мы показывали редко но это имело свое действие вот это вот маленькая церковая группа сейчас я вам покажу трюк один который гася выполнял она по старости может его сейчас не выполнить и я понимаю потому что ей уже достаточно много лет и возраст у нее уже такой преклонный уже на диванчике руками подсаживаем и тому подобное вот смотрите это и на этом мы завершим то что я уже так думаю этом наболтал вы устали гася гасим график давай споем песен будем петь песен давай споем а про чтобы давая про бабуши и гуси ну вот смотрите что сейчас будет песенка про гусей жили у бабуси два веселых гуса один серый и другой белый два веселых гуса один серый и другой белый два веселых гуса ой кричит бабуса пропали гуси один серый и другой белый два веселых гуси но ей уже тяжело конечно петь но когда там мы с ней гусей зажигали также будьте здрасте и вокруг нас собиралось огромное количество людей людей хлопали деньги кидали вот таким образом эти все артисты по-другому не назовешь они строили этот приют и сейчас заслуженно ушли на пенсию да яси да эй ты умница моя хорошая собака хорошая агафечка молодец ну когда-нибудь вы еще в остальных рассказах услышите агафьи и другие истории интересные ну сегодня я решил вот такой историей о ней поделиться рассказать агафечке что она много чего вспомнить за одиннадцать лет столько историй произошло что я не знаю мне теперь еще в обратную сторону можно столько же времени чтобы рассказать о тех вещах которые происходили с нами это если вам интересно это слушать пишите с удовольствием буду рассказывать и получится такая youtube книга как рассказать рассказа все всем пока на этом хочу закончить сегодняшнее видео всем пока и огромное спасибо всем людям которые помогают нам пишут комментарии ставят лайки посылают материальную помощь вы меня ради бога извините что не имею иногда возможности вовремя ответить но когда мне выпадает свободное время даже спустя несколько недель я нахожу комментарий и стараюсь обязательно ответить на все вопросы и отблагодарить людей за помощи не оставляю без внимания просто я не всегда имею возможность этим заниматься на этом мы прощаемся и до новых встреч до новых рассказов я думаю не только рассказы будут у нас все таки жизнь периода не заканчивается на этом она не остановилась еще очень много интересного новых новостей узнать это так рассказы из прошлого я думаю не заслужили чтобы о них рассказали они очень много сделали всем пока до новых встреч пока и 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